Меня недавно спрашивал уже корреспондент, московский корреспондент, он мне говорил, начал вопрос так, вы, конечно, болеете за Азербайджан, болельщик Азербайджана. Я ему сказал, что Азербайджан – это не футбольная команда, за которую болеют, для меня Азербайджан – это родная страна, дорогой народ. И поэтому я, если болею, то по-настоящему болею за эту республику, за этот замечательный народ, за Баку, где я провел замечательные дни. И не только в Баку, Шуше, Гэнджи, Физули, всюду я бывал в свое время, в советское время, когда по этим дорогам, по этим городам можно было бы пройти, проехать, заехать туда. И то, что сейчас происходит, конечно, для меня это не новость. Уже 30 лет мы все болеем той самой болезнью, которая случилась в начале 90-х или в конце 80-х даже. Все те годы я бывал там, и в 90-м году в январе прямо приехал, в черном январе. И то, что сейчас происходит, это показывает бессилие той минской группы, куда вошли очень авторитетные государства, но которые за 30 лет ничего не сделали, к сожалению. И поэтому Азербайджан сам вынужден сейчас освобождать свою территорию. И, конечно, я очень переживаю, когда услышал, что в Гэнджу попали ракеты. Это вообще запрещенный прием, это провокация, настоящая провокация, потому что нельзя города обстреливать ракетами. Это международное право такое, уже говорено. Но здесь Армения нарушила это правило. И распоряжение на посылку, на выстрельбу ракетами делает высшее лицо государства. Наверняка это распоряжение президента Армедии. Это очень обижает, огорчает и оскорбляет всех нас. Но я радуюсь, что все-таки какие-то районы уже начинают освобождаться. Я услышал, что Физули освободили. Замечательный город когда-то был. Не знаю, в каком сейчас он состоянии. Но я надеюсь, что все семь районов, захваченных 30 лет назад, будут освобождены. И надеюсь, что минская группа все-таки присоединится, присоединит свой голос одобрения вот тем успехам Азербайджана, который свою родину пытается освободить и освободит, безусловно, своими руками. Желаю успеха родному Азербайджану и желаю мира на той земле. Очень желаю. Я хочу сказать, что и признаться в своей любви к азербайджанскому народу, к Азербайджану и пожеланию мира, добра и светлых дней этой земле, этой республике. Спасибо. Генеральный секретарь организации Тюрксой Дюсен Косейнов направил письмо президенту Азербайджана Алиеву. Как сообщают СМИ, Косейнов пожелал скорейшего решения Нагорно-Карабахского конфликта в рамках норм международного права и принципов, а также восстановления территориальной целостности Азербайджана. Генсек организации отметил, что историческая справедливость и право на стороне Азербайджана. Косейнов выразил уверенность в том, что под руководством Эльхама Алиева азербайджанский народ достойно справится и с нынешними трудностями. Уверен, что вместе со всем тюркским миром мы будем наблюдать возрождение искусства, культуры и жизни на этих исторических землях, священных для каждого азербайджанца. Почему не принимает Европа Турцию? Она боится. Что мы-то не боимся? Турция 70 лет назад население было 17 миллионов. Армия турецкая самая сильная в блоке НАТО. Миллионная армия. У немцев 300 тысяч. Немцы это уже не солдаты. Турецкие солдаты основа сухопутных войск НАТО. 150 миллионов турок через 30 лет. Самая мощная сегодня сильная. Сплоченные все. Они же сомнут Армению. Сомнут ее полностью. Соединятся с Азербайджаном. Создадут великое турецкое государство Туран. У них есть что их сплачивает. У них язык сплачивает. Турецкий язык это азербайджанцы. Туркмены, узбеки, киргизы, казахи, татары, башкиры. Их, наверное, 200 миллионов. Если всех собрать. Турки, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. У нас Горный Алтай, Хакасия до Красноярска. Красноярский край. Там еще есть вот река Енисей. Енисейско-архонские надписи на тюркском языке. Древние тюрки там. Все офицеры азербайджанской армии, туркменской, узбекской, казахской, киргизской. Все проходят обучение в военных училищах Турции. Они планируют создать военный союз тюркоязычных стран и народов. Представляете, что это будет? Когда мы не сможем и свою военную силу использовать. Объединенной армии у них будет 10 миллионов. Со всего тюркоязычного мира. Ну и в конце концов многомиллионная армия тюрок может начать вторжение в китайский Туркестан. И раздербанить Китай. Вот их голубая мечта. Мы считаем вас Аксакалом всего тюркского мира. И очень рады, что под вашим руководством Казахстан добивается таких успехов в своем развитии. Достижением Казахстана мы радуемся как своим. И очень этим гордимся. Во время нашей первой встречи вы спросили у меня, сколько казахов живет в Турции. Тогда я ответил вам, что вместе со мной 70 миллионов. Так вот, недавно мы провели перепись населения. И хочу подчеркнуть, что сейчас в Турции казахов уже 78 миллионов 600 тысяч. Также вместе со мной. Группа казахстанских депутатов предлагает до пленума именно на нашем съезде мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей. А также решить очень обостримчивый вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанными своей стране. Спасибо за просмотр! Копчако-армянский язык – результат близкого сосуществования двух народов. Копчакский язык сближал армян. В армянском языке несколько диалектов. Есть очень сложные, которые даже ученые не понимают. А копчакский язык знали все. И армянам он помогал общаться друг с другом. Копчакский язык здесь раньше его знали и очень неплохо, но это было очень давно. Язык ведь, если на нем не говорить, забывается. Точно знаю, что мои предки знали копчакский. Он очень активно использовался. Спасибо.